26 ноября в нашей стране отметят один из самых добрых и трогательных праздников – День Матери. Какие слова найти, чтобы описать материнские любовь и самоотверженность? Мама дает нам жизнь. С ее помощью мы делаем первые шаги. У нее ищем поддержки в трудную минуту. День Матери – прекрасная возможность еще раз вспомнить о простом и в то же время необыкновенном подвиге материнства. Доброта, нежность и бескорыстие – все это есть в материнской любви. Поэтому День Матери пользуется любовью и обладает особой притягательной силой. В городской Дом культуры в преддверии этого замечательного праздника, который отмечается в России уже в 19-й раз, приехали мамы со всего района. Что они думают о Дне Матери и о роли материнства в жизни женщины? Это любовь, это добро, милосердие – все это от мамы идет. И вы знаете, о добрых словах есть и говорить. Мне не надо, что мои дети добрые слова говорят. Мне их поступков добрых достаточно, потому что слова – это пустой звук. А вот то, что я им вложила, и когда вижу отдачу, вот это для меня самое главное. Я сама мама тоже, у меня пока что одна девочка. Я очень рада, что у нас чтится этот праздник, потому что для каждой женщины быть матерью – это великий дар, это самое большое счастье. И поэтому я каждой желаю испытать это счастье. Славянская детвора ко Дню Матери подготовила интересные работы. Многие из них можно было увидеть на выставке в фойе Дома культуры. А на сцене в красочные танцевальные узоры складывались огромные цветы в детских руках. Со сцены в этот день прозвучали самые добрые слова поздравлений и пожеланий. Хочу пожелать вам прежде всего крепкого здоровья, семейного благополучия, тепла, уюта. Пусть вас всегда окружает в ваших домах тепло, смех ваших детей, родных и близких. Еще раз от всей души вас поздравляю. Мы вас любим, мы вами гордимся. С праздником, с Днем Матери! За достойное воспитание детей, большой вклад в укрепление семейных ценностей, мамы, приглашенные на праздник, были награждены грамотами. В их числе прекрасная труженица и мама пятерых детей, бабушка десяти внуков и правнука Анастасия Дмитриевна Подопригора из станицы Анастасиевской. Четыре дочечки, это самый младший у меня сынок, они выросли у меня как-то, были послушные дети, учились хорошо, все отлично, поэтому мне не было так уж тяжело их растить. Ну, конечно, работали, старались, трудились с папой, ну, с мужем. И дети – это радость, это цветы жизни, как их не любить? Евгения Кияшко, мама четырех детей, молода и энергична. У нее хватает сил, чтобы успешно сочетать воспитание детей и работу. Очень сильно любит у меня детей, муж именно. Это вся затея – это его, потому что, когда нам было по 20 лет, у нас появился первенец. Следом за ним второй, потом был очень большой перерыв. Сложилась карьера, построили дом, а дети выросли. Вот это вторые дети, которые вот именно стали наполнять наш дом, потому что старшие вылетели из гнезда. Самодеятельные таланты приготовили для всех собравшихся разнообразную концертную программу. И горячие аплодисменты были достойной наградой артистам за их творчество. Андрей Вишневский, Александр Косицын, программа «События». До новых встреч! Спасибо за Packback! Продолжение следует...